Вновь приветствую всех зрителей, с вами снова Мессер. Сегодня мы окунемся в атмосферу безнадеги, аномалий и русского колорита в игре Stalker Online. Русский колорит начинается с того, что таинственные разработчики игры не обладают авторскими правами на Сталкера. Ребята создали похожий сеттинг с аномалиями и мутантами, чтобы выехать на народную любви к оригинальной трилогии Сталкера. Чтобы вывести игру в Steam, им пришлось придумать отдельное название – Stay Out. Если сравнивать Сталкер Online и, например, Сталкер Тень Чернобыля, можно обнаружить, что это вообще разные игры. Об их различиях я и хотел бы сегодня поговорить. В начале Теней Чернобыля Сидорович давал нам выбор – поласкать нам мозги обучением, либо нет. Новичкам он за несколько минут объяснял интерфейс местного КПК, работу миникарты и прочие нюансы сталкинга. После этого давал первое задание и отпускал нас в большой открытый мир. Сталкер Online у нас начинается с редактора персонажа, в котором я сделал прическу, как у Хитмана. Иначе его череп будет просвечивать сквозь редкие волосы. Говорят, что в Steam-овской версии игры – Stay Out – обучение можно пропустить. Но если вы пришли в игру из-за названия «Сталкер Онлайн», обучение неизбежно придется проходить. Вас научат бегать, ползать на карачках и делать грозное лицо, когда нет патронов. После чего выпустят нубятник, в котором запрещены PvP. На станции Лесная все еще будут появляться элементы обучения. Похожая тема была и в Тенях Чернобыля. К примеру, покажут местную систему добычи артефактов, которая сделана по-своему интересно. Чтобы разжиться патронами, либо данными по дополнительному квесту, нам придется собирать... Цветы? Ведь собирать цветочки – это так по-сталкерски! Ёбаный стыд! Кстати, лучше бы вам в настройках поставить на минимум детализацию травы, чтобы искать хабар было проще. А когда вы все-таки прорветесь в Любич, просто так вас оттуда не выпустят. Здесь вы вновь будете раз за разом выполнять квесты «Принеси-подай», чтобы заработать репутацию у местных группировок. Или нет. Просто подойдите в упор к охраняемому туннелю рядом с ДК и выйдите в главное меню. После чего вновь зайдите в игру и забегите в туннель до того, как прогрузятся персонажи-охранники. Нахуй, Любич! Нахуй, Такета! В кои-то веки мы попали в открытый мир. Помните, как в оригинальном Сталкере мутанты и другие враги гибли в аномалиях? Забудьте! В Сталкере онлайн аномалии работают только против живых игроков. То есть кабаны и пауки могут вас отпустили прямо в аномалии, а потом просто пойти по своим делам. Также мутанты могут забраться на какую угодно скалу, в то время как мы будем с нее скатываться, либо вовсе застрянем в ней. И спасти нас сможет только команда «I Wanna Die». К чести стей-аута можно сказать, что тут хотя бы есть паркур в виде перелезания через заборы и бегства от мутантов на крышу гаража. В тень Чернобыля разрабы хотели включить средства передвижения в виде автомобилей, которыми можно управлять самому. Вот только до релиза тачки не доехали. А вот в Сталкере онлайн есть кое-какой общественный транспорт, но есть и другой способ передвижения. Гибель игрока с последующим телепортом на точку возрождения. Эту фишку я использовал на полную катушку во время охоты на сталкеров с плохой репутацией. Да-да, есть и такое развлечение. Берешь точку возрождения в пещере паукана. Отходишь на клановую базу и ждешь, пока в пещере не объявится вражина. После чего быстро погибаешь и возрождаешься рядом с ничего не подозревающим бандитом. Цены в Сталкер онлайн вас неприятно удивят. На серверах стей-аута до сих пор гуляют 90-е с гиперинфляцией. Как вам штурмовая винтовка за 54 миллиона? Обоймы для оружия стоят десятки и сотни тысяч рублей. А то и больше. Есть рюкзаки по несколько лямов за штуку. Или свитер за 118 тысяч. В общем, жопа. Что интересно, в Сталкер онлайн можно торговать как с живыми игроками, так и с компьютерными персонажами. При этом цены могут значительно отличаться, что дает нам возможность заниматься барыжничеством. Можно продавать лоскуты ткани в 10 раз дороже закупочной цены. Впрочем, можно покупать прямо с доски декоративные фляги, из которых нельзя пить. И продавать их по цене нормальной фляги за десятки тысяч рублей. Обладая стартовым капиталом, можно даже держать какую-либо товарную нишу. Искусственно задрав цену и скупая всех конкурентов. Наконец, можно обойти своих конкурентов в выдаче на доске объявлений. Просто выставив свой товар на рубль дешевле. По моему скромному мнению, торговля в Сталкер онлайн это сильная сторона игры, в отличие от оригинальной трилогии. В тени Чернобыля, в одиночном режиме, можно было найти любую пушку бесплатно. В сетевом режиме, самый простенький калаш можно было купить за 375 рублей. Вместо 500 тысяч на серверах стэаута. Я знаю, что раскрыт далеко не все аспекты игры Сталкер онлайн. Если публика хорошо воспримет видео, я могу еще наснимать. Как ни странно, игра мне в целом нравится. Возможно, виной тому стокгольмский синдром. Или еще что. Я не знаю. Как бы там ни было, увидимся в следующем ролике, где я буду разбирать игру в похожем сеттинге. Всем пока!